Витя, я вот все время думаю, сколько может выдержать человек без дела? Если честно, я максимум минут 20 маюсь, маюсь, в итоге мчусь. Все равно куда. Главное, чтобы только без дела не сидеть. А представь, каково тем людям, которые хотели бы куда-то побежать, но не могут. Очень много инвалидов, которые практически всю жизнь, можно сказать, сидят в заточении. Время для них еле-еле тянется, превращаясь в настоящую пытку. Нет, я бы точно не смогла такое вытерпеть. Но ведь можно же найти себе какое-нибудь занятие. Я, например, если мне просто нужно занять время... Такое бывает? Да, такое иногда бывает. Так вот, я вот сижу, вяжу и вышиваю. Во-первых, это время убивает, а во-вторых, польза. Зимой мы детям ничего не покупаем. Шарфики, шапочки, носочки, все, сама им вяжу. Да, это, конечно, существенный бюджет экономики. Вот. А знаешь, как нервы успокаивает? У меня подруги одна крестиком вышивает, а вторая из бисера плетет. Кстати, про бисер. Есть в Ростове такая девушка, Маша Волкова. Она не только разные красоты из бисера делает, но и неплохо на этом зарабатывает. Ее хобби стало полноценной работой. Спинальная аммиотрофия нижних конечностей. Если отмести все заумные медицинские словечки, то изменение всего лишь одного гена приводит к постепенному отмиранию мышц. 80% таких больных умирают в 20-летнем возрасте. Но, вопреки всему, Маше 32, и она дорожит каждой минутой своей жизни. Бог оставил ей руки и голову. А ведь этого вполне достаточно, чтобы учиться и что-то делать. Например, плести из бисера. Цветы, деревья, пасхальные яйца, всевозможные украшения. Вещи необыкновенной красоты. Такой красоты, как ее душа. Чистая, светлая и открытая. Это очень такой милый, добрый человек, отзывчивый. Мы ее называем Мария, Машенька, Машуля. И вот каждый второй человек на выставке любит ее и знают о ней. И о ее прекрасных работах, ее золотых ручках, можно сказать, которыми она творит вот такие красивые работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Машенька, расскажи, как ты заболела, когда и чем опасна твоя болезнь? Моя болезнь, она врожденная. И с двух годиков у меня пошло ухудшение. Я стала ходить, переваливаться с ножки на ножку, часто падать. И быстрее пытаться дойти, держаться до чего-то. Но я до 10 лет ходила еще на ножках. А вот где-то с 10 до 11 стала на костыли. И лет уже в 16, наверное, стала больше пользоваться коляской. Хожу на костылях, но дома так, чтобы не на большие расстояния, а в основном пользуюсь коляской. Это мой парк, так сказать, в котором я часто гуляю. У меня есть подружки, девочки, молодые мамочки. Они со своими детками гуляют. И они очень хорошо дружат и общаются со мной. Маленькие детки очень любят иногда кататься на моей коляске. Я для них как маленький аттракцион. В парке с детьми буквально вот на этом месте играем в мячик. Катаются они на велосипедах. Еще у них есть такие красивые машинки, маленькие детские. На них садятся и, видя, как я управляю на коляске, они тоже садятся и пытаются рулить. Потом мы играем. Еще здесь есть гора песочка. Мы с ними играем с пасочками. В ведро накладывая песочек и делая из них красивые пасочки. Есть еще разных игрушек много. Есть утка, которую мы катаем. Маша, общаясь с тобой, чувствуешь, что ты лидер? Была ли ты лидером в интернате? И как ты считаешь, почему? Школа – это были самые хорошие годы в моей жизни. Я очень любила интернат. Ко мне там все очень хорошо относились. Я там отвечала за многое. Я была староста корпуса, староста класса. Я следила за порядком. Я принимала участие во всех вечерах музыкальных. Я пела. Заниматься творчеством я стала со школы. Сначала я стала вышивать крестиком. И самая моя большая картина была, это 50 на 60, там была девушка с бубном. Потом еще я картину вышла метр 20 на 40. Такая была природа красивая. Домик, озеро и вокруг природа была. Такая в русском стиле большая работа была. И потом как-то я плавно перешла на бисер. Мама мне купила первую книжечку, в которой были бабочки, ящерицы. И я начала плести. Плела я сначала вот эти вот маленькие свои работы. И в школе я договорилась. Напротив был ларек, который я тасила уже в самом раннем своем возрасте. Продавала свои работы. В день зарабатывала 20 рублей. На перемене вела детвору, у которых не было родителей, и кормила их мороженым. А я когда начинала плести бисером, это все выглядело так. Так, это был платочек, насыпался бисер, бралась проволочка. И по одной бисеринке бисер надевался на проволоку. Второй этап моего развития в бисере, это появилась у меня такая прялка, в которую насыпался бисер. Бисер насыпается достаточно много. Также берется проволока. Прялка крутится вручную, и бисер наскалькивает на проволочку. Ну и тоже такие мои маленькие секреты, о которых я рассказываю своим ученикам на уроках. Все работы, которые я делаю, они ко мне приходят по настроению. Я люблю все красивое. Я люблю красоту. Если я вижу какой-то красивый цветок, или красивое дерево, мне сразу хочется его исполнить. У нее душа, я не знаю, наверное, десятерых здоровых парней и девчонок. Просто это человек, который с позитивной точки зрения, она может осчастливить любого своим вниманием, своим отношением. И зря к ней очень много детей, просто липнет. Мало того, что она с ними разговаривает, так она еще и обучает и в своем любе слух. Поэтому этот человек, конечно, уникальный. У меня был один интересный заказ, один большой магазин московский. Заказал мне 100 букетиков. Они были бело-голубые, желтенькие. И мы такую большую коробку заказывали, целую машину, грузоперевозку отправляли. Потом мне был интересный заказ, был на пасхальные яйца. Женщина заказала 15 яиц на подарки, наверное, всем. Такая тоже красивая работа. Я очень люблю делать пасхальные яйца. А еще совсем недавно я принимала участие в рыболовной выставке. На которой подошел ко мне питерский бизнесмен, который продает все крючочки. И заказал мне водоросли для аквариума. Но они могут быть не только для аквариума. Они могут еще просто украшать, например, рядом. Стоять рядом у аквариума. Это что-то будет на камне, такое красивое, большое. Я так уже придумала, как это будет. Ну, в общем, вот на лето у меня есть такой интересный заказ. Он мне сказал, делай разные водоросли, разных цветов. Я у тебя все куплю, все заберу. Так что на лето у меня уже есть, да, работа. Когда все учителя видели мои работы, они мне говорили, смотри, Машенька, это будет по жизни твое. На что я всегда им говорила, бисер. Бисер. Разве что-то это может быть мое. Ну, в плане работы. Или я совсем была, ну, не верила этим словам. Вот. А в итоге получились они, так сказать, пророческими, да, которые я после школы, я начала применить участие выставки. Первая выставка у меня была, выставка цветов. Вот. И когда организатор пришла, увидела мои работы, она обалдела от моих работ. И сказала, приезжай, солнышко, ты будешь нашим украшением. Вот. И теперь я принимаю участие во всех выставках. У меня есть вот такие вот яйца пасхальные, которые, технологию, которым я придумала сама. Такой технологии нигде нету. Это судажный шкут, которым обклеиваются яйца вокруг. Потом из обычных атласных ленточек делаются такие маленькие цветочки. Шнуром выкладывается лента. И цветочки приклеиваются. Еще можно, где остается пустота, вышить ХВ и крестик. Но эти яйца сделаны немножко попроще, без букв. Мы делали их с учениками. А вот вышитое, кстати, яйцо ХВ. Если Маша принимает участие в выставке, значит, у ее стенда всегда много народа. Конечно, но как пройти мимо такой красоты? Хочешь – купи, а хочешь – научись делать сам. Маша с удовольствием все расскажет и покажет. Я пришла на уроки по бисеру чисто из своего интереса. Меня к этому уроку привлекла моя одноклассница Соня. И вот уже я почти год хожу на уроки. Благодаря ей я участвовала в школе в разных выставках. За это я получила грамоту. Когда мы приходим к ней на уроки, как будто приходишь на консультацию к психологу, успокаиваешься. Мы можем и пошутить, и рассказать разные истории, и наоборот, пожаловаться на что-то. И кто-то дает советы разные. Дети, которые ко мне ходят на уроки, я просто ими заряжаюсь. Это мои солнышки, это мои любимые дети. Они мне подарили на 8 марта очень чудесную открытку. Вот она была такая милая, на которой было написано «Любимая учительница» к 8 марта. А мои взрослые, которые ходят, тоже. Понимаешь, вот все люди, которые ко мне ходят, они мне заряжают энергией. Они, правда, говорят, что я их заряжаю энергией. Но на самом деле, мне есть ради чего проснуться, к кому пойти, кому что-то передать, то, что я умею. Познакомилась с ней на выставке. Вернее, я первые две выставки ходила, восхищалась ее работой. И думала, я никогда не смогу, мне так нравятся работы этой женщины. Они излучают необыкновенно какое-то тепло, свет. Необыкновенная энергетика идет от этой работы. Все останавливаются, смотрят. Я на одну, на вторую выставку ходила. А потом у меня родилось такое желание, что вот хочу, хочу. Получится? Получится. Не получится? Нет. И вот после очередной выставки моя подруга дала через организаторов выставки номер телефона Марии. Ну, и я пришла и посмотрела. Она, необыкновенный такой человек, притягивает к себе очень хороших людей. Пришла доброжелательный коллектив. Все очень хорошо как-то отнеслись. Я села, смотрю, люди придут, у меня ничего не получается. Все. Я заволновалась, занервничала. Ама же так успокоила меня, положила руку на плечо. А вы чего волнуетесь? Все потихоньку получится. Вы сегодня после первого занятия уйдете с работой. Неужели? Да. Уйдете с работы. И первая моя работа была. И вот действительно руки пошли, пошли после того, как Маша меня успокоила. Пошли работать руки. Ну, хорошо или плохо, но я считаю, что первая работа была прекрасная. Это была у меня в горшочке сделана, маленькие ромашечки были. Некоторые свои идеи я воплощаю в своих учениках. Вот у меня, например, есть в голове какая-то идея что-то сделать, да. Но не всегда мне хватает на это времени, потому что иногда что-то делаешь быстрее, проще, так, как я делаю для выставок, вот. А то, что делают они, они иногда воплощают, в общем, мои вот какие-то идеи, которые в моей голове, и я с помощью них я их в жизнь воплощаю. Машенька, скажи, тогда, в школьные годы, верила ли ты в себя? Верила в себя, да. Я очень верила, что я себя найду, что я должна чем-то заниматься по жизни интересным. И мне очень хотелось чего-то добиться, да, как бы я вот по ступенечкам, я потихонечку добивалась. Добивалась, да. И сейчас у меня тоже есть свои мечты, свои желания, которыми я тоже потихонечку иду. Характер у нее, могу сказать, очень упрямый. Настойчивый, наверное, да? Или настойчивый, как хотите говорить. Ну, по натуре она, вот даже если и нагрубит, ну, она быстро отходит, поможет всегда. Вот ничего я не могу сказать. Вот это у нее есть черта хорошая. Я выполняла какие-то интересные заказы. Они не повторялись, и они были эксклюзивными. Например, одна девушка пришла и попросила вышить ей босоножки. Ну, она купила босоножки, а на них был цветок. И цветок, он весь после первого пользования этими босоножками, он просто рассыпался. Вот. И я своими руками на проволочке с тканью вышила пайетками. Очень красивый цветок. Вот. И таким образом мы украсили эти босоножки, которые, я думаю, что ей служат до сих пор. Машенька, расскажи вот о своих друзьях и подругах. Как они тебя поддерживают? Как помогают бороться с недугом? Я, конечно, много работаю. Я работаю на четырёх работах, и у меня бывает мало времени на то, чтобы встречаться с друзьями. Ну, какие-то свободные моменты, я с ними встречаюсь. Бывает, что прям вот всё бросаю и встречаюсь. Но потому что и зовут, и устаю, надо отдохнуть. Вот. У меня много друзей из общества инвалидов и кармы с ними. Мы ездим в театр, ездим на базу, нас возят два раза в год. И бывает ещё много других мероприятий. Бывают спортивные мероприятия. Бывают какие-то вечера, там, вот, дню инвалидов. Честно, я никогда вот такого дискомфорта, ну, не было такого у меня ощущения, что вот она как бы там не ходит, там, она инвалид, ещё что-то. Я всегда на равных общалась, она со мной всегда вот, ну, в общем, не знаю, я всегда с ней чувствую себя на равных. Уж кто-кто, а Маша не думает, как убить время. Одни не могут найти себе хотя бы одну работу. Другие просто не хотят. А у неё их целых четыре. Две на телефоне в колл-центрах. Песероплетение и частные уроки для всех желающих этому научиться. Скучать не приходится. Добрый день, Мария, слушаю вас. Да, что у вас произошло? С какого города вы звоните? Расскажите номер автомата. Что у вас произошло? Сколько вы денег положили? Плохих людей у меня по жизни не встречается. У меня встречаются только хорошие, добрые, отзывчивые друзья и знакомые, которые при каких-то трудностях моих жизненных помогают. Вот недавно у меня, например, на выставке пробилось колесо. Ну, мне пришли на помощь, его сняли, съездили, заклеили. То есть как бы привезли, помогли. Потому что, конечно, без коляски было не сдвинуться с места. И вот здесь вот у нас очень страшный поворот. И мне тоже приходится, потому что вот там я нигде не могу заехать. И мне тоже вот так приходится идти только по проезжей части. Звучит абсурдно, но человеку на коляске гораздо легче съездить за границу, чем съездить на работу у нас. Эскалаторы с широкими ступенями, где помещается человек на инвалидной коляске. Всевозможные подъемники, автобусы и трамваи с выдвигающимися площадками. Электрички и поезда. Очень невысокие бордюры, с которых легко съехать. Конечно, наш город Ростов мало заботится об инвалидах. Очень нужен транспорт, очень нужен транспорт, хотя бы, чтобы по каким-то районам города ходили автобусы, которые без ступенек. Чтобы просто была платформа, на которую инвалиды можно было просто хотя бы поднять на руках. Когда у меня только что появилась инвалидная коляска, и я первый раз в зимнее время года выехала на улицу и стала ехать коляской по хрустящему, замерзшему снегу, У меня было столько эмоций, я позвонила своему родственнику Сергею Юрьевичу и с большим восторгом ему закричала «Сергей Юрьевич, я еду по снегу, я еду, я его чувствую, как он хрустит под моими колесами». И я тогда первый раз в жизни увидела, какая замерзшая речка, ну вот как она выглядит. А весной, выйдя из дома, тоже вот на этой коляске, я смотрела на то, как распускаются почки. Ну потому что все-таки люди с ограниченными возможностями, они тяжело им передвигаются. А когда такая появилась коляска, я замечала все прелести жизни, вот просто я их, я смотрела на все распускающиеся почки, на все цветочки. И вот, я не знаю, просто едешь, светит солнце, и тебе от этого приятно и хорошо, и радостно, что ты можешь, можешь двигаться сам. Их доступная среда гораздо доступнее нашей. Особенно для тех, кто ведет очень активный образ жизни, кто хочет быть стильной и привлекательной. Ведь проблемы проблемами, а Маша, прежде всего, женщина. Одеваться я красиво очень люблю. Ну, я ездила по магазинам, бывает я ездила, конечно, на рынок. Но я должна увидеть вещь и сказать «ах», если вот эта вещь мне «ах», и я ее одела и «ах», значит я ее покупаю. Да, и вот как бы, ну, я очень люблю юбки, я очень люблю красивые юбки. И вот пусть это будет одна, и она будет не дешевая, но она будет одна и очень красивая. Вот, люблю украшения, кое-что делаю сама, делаю кольца, серьги, вот, вышиваю еще одежду. Кстати, могу юбку показать, которая себе вышила. Это была новая юбка, и я в этой юбке красила забор и упала в краску. Вот, и она, в общем, была все зеленая. И так вот удачно у меня нашлись какие-то кусочки натурального меха, камушки, кружева, которое вот я нашила, расшила потом бисером. Всякие вот бусиночки, поедочки. Здесь вот такая очень красивая работа. Маша, у тебя есть мечта? Мне бы хотелось что-то такое вот организовать большое. Ну, грубо говоря, свое дело. Мне хотелось бы какое-то иметь помещение, в котором бы я проводила уроки. Что, может, в этом помещении мы тоже с женщинами, которые увлекают себя сероплетением, мы создавали, что-то творили, и где-то, ну, продавали свои работы. Что, может быть, это вот даже все было три в одном. Скажи, а ты считаешь себя счастливым человеком? Да, я счастливый человек. Я всегда в настроении, я всегда улыбаюсь, я всегда такое солнышко для всех. Вот. И вообще мне нравится окружающим дарить свое тепло, свою красивую улыбку и хорошее настроение. Она очень добрый, щедрый человек. Человек, который много дает вот миру. Ну, мир, мир – это голограмма. Что даешь, то и получаешь. Вот Маша очень много отдает людям. Она светится вся. И когда она отдает, ну, естественно, люди к ней притягиваются. Маша, вот некоторые люди сейчас жалуются кризис, негде работать. Что бы ты сказала таким людям? Работа есть всегда. Работа есть везде. Главное – хотеть. Главное – хотеть. Главное – к этому стремиться, не сидеть. Любой человек может найти себе занятие. Любой человек. И вообще я просто вот всем желаю, чтобы каждый нашел себя. Неважно в чем. Вот казалось бы, бисер, да, бисер. Но я же нашла в этом бисере себя. Я считаю, что каждый человек может найти себя в чем-то. Как говорил Стив Джобс, найдите себе дело по душе. И вам не придется работать ни минуты в этой жизни. Вот по такому принципу, вопреки всему, и живет наша героиня. Пусть история Марии Волковой станет примером для всех людей. Для больных и для здоровых. Поверьте, нам даже сложно назвать ее инвалидом. Настолько она веселая, легкая и жизнерадостная. Ведь Маша не считает каждую минуту, потому что все время ее наполнено смыслом. КОНЕЦ Посмотреть наши программы и обсудить их Вы сможете на сайте tartanov.ru КОНЕЦ